Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь. И еще одно сообщение, поскольку сегодня понедельник традиционный для этого дня, правильный понедельник пройдет сегодня в 16.00 по московскому времени, причем тему этого вебинара выберите вы. Я предлагаю поучаствовать в опросе все в том же телеграмм канале с торговыми идеями, буквально через несколько часов мы его запустим. Предложим несколько тем на выборы и та, которая вас заинтересует больше всего, то есть та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, мы продолжаем следить за динамикой индекса доллара, за рисковыми инструментами. На прошлой неделе скорректировали портфели, я рекомендовал все-таки сейчас сфокусироваться на индексе доллара, на евро против американца, на американском фондовом рынке, а именно на индексе S&P 500, на долларе и иене, где мы по-прежнему, как, наверное, и многие, ждем валютную интервенцию. Но учитывая чистоту вот этих словесных вбросов от японских денежных властей, я допускаю, что она может произойти прямо, друзья, совсем скоро. Будучи теми, кто внимательно следит за событиями на финансовых рынках, конечно же, было бы неплохо поймать вот этот потенциальный серьезный рост и укрепление японской валюты, как логичное следствие интервентного вмешательства Банка Японии. Также мы следим за британской валютой, но здесь я рекомендовал в целом смотреть на только лишь долгосрочные ожидания по этому инструменту. Если фонд вас интересует в этом ключе, то, пожалуйста, можете тоже держать в портфеле. Но выбирая между евро и британской валютой, я бы сейчас все-таки сделал ставку на европейскую валюту, потому что она более предсказуемая в плане однозначного развития нисходящей динамики и, безусловно, не такая влатильная, как на фонд. И еще один актив, за которым мы следим, это рынок нефти. В частности, предлагаю начать с котировок Брента, который сейчас находится на отметке 92.29. Мы ранее перед заседанием ОПЕК, в ходе которого, как вы помните, приняли решение сократить объем нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки, открыли длинную позицию. И, как и многие участники рынка, те, кто стараются оценить объективно соотношение спроса и предложения, решили, что на фоне выпадающего и ограниченного предложения рынок нефти будет сохранять восходящую динамику. И, в конечном счете, этой, скажем так, поздней осенью и зимой легко перевалить за 100, возможно, даже 110 долларов за баррель. Этот сценарий остается сейчас основным. Но нужно признать, что рынок нефти, как ранее комментировал, несколько месяцев назад, сейчас снова похож на перетягивание каната между трейдерами, которые сомневаются в том, что рынок будет расти из-за опасений за перспективу мирового экономического роста. А причиной этих опасений и, как следствие, потенциального снижения спроса на углегороды снова выступили случаи роста количества заболевших в Китае. В эти выходные в Шанхай и Пекине проводилось массовое тестирование. Это результаты политики нулевой терпимости. И я думаю, что до локдауна, особенно в промышленных центрах, дело, безусловно, не дойдет. Но те, кто следит за глобальными настроениями, допускают, что такой сценарий все-таки возможен. И если Китай снова закроется, даже в каком-то формате, будут введены какие-то локальные ограничения. Это может подорвать спрос со стороны ведущего потребителя углеводорода в мире и, соответственно, привести и спровоцировать развитие нисходящей динамики. И здесь вот в топку вот этого негатива еще и последний прогноз Международного валютного фонда, как вы помните, были пересмотрены ожидания по росту до конца этого года и на 2023 год. Но весь этот фон, на мой взгляд, в забеге до конца этого года, то есть в дистанции оставшихся трех месяцев, будет слегка компенсироваться риском еще более значительного снижения предложения. Этот риск связан не только с тем, что ОПЕК, страны ОПЕК согласовали снижение производства на 2 миллиона баррелей в сутки. Нужно понимать, что и объемы поставок из России постоянно снижаться только в прошлом месяце, мы просели на 4%. А когда вступят в силу санкции и решение санкционных пакетов, ранее согласованных странами Запада, то поставки нефти из России будут сведены фактически к нулю. И что будет с рынком нефти, покажет время. Я думаю, что даже если порассуждать чрезмерно оптимистично для мировой экономики, что святое место пусть не бывает и поставки российских углеводородов со временем будут замещены поставками из других регионов. Друзья, на это понадобится время, придется выстроить логистику. Это не один месяц, я думаю, что даже не одно полугодие. Какой-то период времени мы поработаем с лагом именно серьезного дефицита предложения, кризиса предложения. И на этом фоне, я надеюсь, мы с вами сможем неплохо заработать. Индекс доллара. 113 пунктов. Снова отправная точка, как и на прошлой неделе. Очень важный рубеж с точки зрения не каких-то круглых и красивых цифр, а с точки зрения того, что от этой планки мы неоднократно пытались оттолкнуться и пробить локальные и многолетние, скажем так, максимум за десятки лет. Так будет более уместно. Что у нас на сегодняшний день? Индекс доллара, который заряжен на рост, который поддерживается бычей динамикой доходности американских облигаций, десятилетки начинают эту неделю на планке 4%. Отличный результат. Я думаю, что дальше будет выше. И если, опять же, мы увидим еще и на этой неделе, пусть и монотонное, вялое дальнейшее снижение американского фондового рынка, больше денег пойдет в облигации через доллар, и это будет еще одной причиной и фактором поддержки для американской валюты. Интерес к доллару обусловлен, конечно же, ростом инфляции. Базовый индекс потребительских цен рванул со 6,3% до 6,6%. Это максимум за 40 лет. Нужно с уважением относиться к таким цифрам, которые сигнализируют о том, что американский регулятор пока что не очень-то справляется с задачей взять цены под контроль. Можно порассуждать, что если бы не было последних повышений процентной ставки, инфляция была бы в районе 10%. Но это рассуждение. Друзья, очевидно, что проблема есть, эта проблема не решается, высокая инфляция, и нужно делать что-то большее. Под чем-то большим я подразумеваю более активные, более высокие темпы ужесточения монетарной политики. И вот тут можно поговорить о вероятности повышения процентной ставки. То есть на данный момент, если мы обратимся к инструменту FedWatch, Чикарской биржи, в семье Чикаго, то увидим, что вероятность повышения процентной ставки до нейтрального уровня в 0,25% уже к концу первого квартала 2023 года составляет около 70%. Причем еще до выхода отчета по инфляции эта вероятность была процентов 15, не больше. То есть с учетом вот этих ожиданий, что это значит? Друзья, это значит то, что в ноябре, 2 ноября, то есть через две недели, ставка будет повышена на 75 базисных пунктов с 3,25 до 4, потом в декабре ставку повысит еще на 75 базисных пунктов с 4 до 4,75, и в декабре, возможно, будет еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов и к марту еще на 25. Я сторонник того, что все-таки американский регулятор через две недели повысит процентную ставку не на 75 базисных пунктов, а на 100 базисных пунктов, и потом слегка замедлит темп повышения ставки. Вот если я окажусь прав, друзья, то индекс доллара, конечно же, на решение, которое будет крайне неожиданным для рынка, потому что меньшинство полагает, что ставка будет повышена на 100 базисных пунктов, индекс доллара на этом фоне может неплохо вырасти. Я рекомендую придерживаться сценария того, что пока что восходящая тенденция остается в силе, и не нужно умудрить, не выдумывать какие-либо причины, из-за которых индекс доллара мог бы пойти на спад. Члены Совета управляющих Кук и Джеймс Буллард на прошлой неделе в пятницу прям под закрытие недели подтвердили, что американскому регулятору действительно необходимо активнее повышать процентную ставку. Ну, можно опять же читать между строк и в этих комментариях увидеть сигнал и намек на то, что, может быть, они как раз будут голосовать за повышение ставки не на 75 базисных пунктов, а на 100 базисных пунктов. Ройничные продажи, которые вышли в пятницу, я, признаться, немного удивился, что они оказались, ну, показали нулевую динамику. Я думаю, что цифры будут неплохими, учитывая отчеты по инфляции. Но при этом сам тут же сделал вывод, что давление, которое сейчас мы видим на потребительский сектор, на потребительскую активность, оно ведь как раз и свидетельствует о том, что потребители начинают сокращать расходы, не выдерживая ценового давления. Это плохой знак. Это значит то, что высокая инфляция реально влияет на потребителей. И это еще один сигнал для американского регулятора, чтобы начать активнее, проактивнее решать эту проблему через более агрессивную монетарную политику. Соответственно, держим длинные позиции, ждем 114 пунктов и выше. Европейская валюта 0,9732, Минэкономики. Германия прогнозирует рецессию уже по итогам третьего квартала, которая может продлиться в Европе не меньше трех кварталов. Такие пессимистичные прогнозы, как по английской экономике тоже. Инфляция в Германии, кстати, достигла 10%. Я думаю, что в Европе, она в целом по Европе тоже превысит 10% уже в ближайшем месяце. Мы видим массовые протесты, митинги, которые являются следствием высоких цен на все категории товаров. И цены растут. И это при том, что сейчас только осень, и вроде бы как рынок углеводородов не показывал какие-то астрономические результаты по восходящей динамике. То есть цены растут даже без учета цен на топливо. А если еще и топливо сейчас начнет обновлять локальные максимумы, например, газ и нефть, то, соответственно, нужно будет уже признавать наличие еще угроз и риска еще большего в росте инфляции, который потопит европейскую экономику. Ждем 0,95 и видно, что европейской валюте вообще без шансов развивать восходящую динамику. Фонд против доллара 1,1218. Волатильность остается значительной. Череда отставок в Министерстве Британии. Следим за тем, что будет дальше, что будет с инициативами Листрас по бюджетному пакету стимулов. Пока что она отказалась от решения снизить корпоративные налоги, налоги для наиболее обеспеченных граждан. Но фискальный пакет на 100 миллиардов фунтов, он пока остается в силе. И я думаю, что в ближайшие дни мы вернемся к теме перспектив фунта не только с учетом того, что будет с другими инициативами Листрас, но и с учетом того, сохранит ли она вообще за собой премьерское кресло на фоне усиливающейся критики сострады на партийцев. Их понимание консерваторов, что при таком руководстве они не смогут сохранить достаточную поддержку населения. Американский фондовый рынок S&P 3611 пунктов, цель 3500. Все так же, как и раньше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!